Индия сообщает о наименьшем количестве новых случаев коронавируса за последние три месяца. По данным Министерства здравоохранения, за сутки в стране выявили 46 790 заражённых COVID-19. 587 человек скончались. «С почти сотни тысяч новых случаев их число стабилизировалось до 50 тысяч в день. Но это по-прежнему очень много, и мы стоим после США по общему количеству заражённых. Думаю, для контроля эпидемии нам нужно что-то более радикальное. У нас нет вакцин, нет какого-либо конкретного лечения. Мы просто стараемся изо всех сил, и впереди ещё очень длинная дорога». В целом в Индии было выявлено более 7 миллионов 650 тысяч случаев коронавируса. Умерло почти 116 тысяч человек. Спад в приросте числа заболевших здесь наблюдают с середины сентября. «Выздоравливает больше людей, поэтому мы можем путешествовать. Но нужно самим принимать меры. Носить маску, пользоваться антисептиком и лучше держать социальную дистанцию. Так проблем нет. За семь-восемь месяцев со мной ничего не случилось, потому что я соблюдал правила. Даже если покупать мыло за 10 рупий и регулярно мыть руки, всё будет нормально. Мрачная ситуация. Люди не соблюдают дистанцию. Новые случаи продолжают возникать. И зимой у нас будет новая вспышка». В Индии приближается сезон больших праздников. Эксперты предупреждают, что в этот период из-за больших скоплений людей эпидемиологическая ситуация в стране снова может усугубиться. Боливию охватили масштабные протесты. Люди считают результаты выборов президента сфальсифицированными. Голосование прошло 18 октября. Согласно официальным предварительным подсчётам, победителем стал левый кандидат Луис Арсе. Он набрал 50% голосов. Его ближайшего соперника, бывшего боливийского президента Карлоса Месу, поддержали только 32% избирателей. Политик уже признал поражение и сказал, что уходит в оппозицию. Луис Арсе и партия свергнутого Эва Моралеса «Движение к социализму» объявили о своей победе. Тысячи протестующих вышли на улицы Санта-Круз-де-Лосьерры, Качабамбе, Арура и Сукре, чтобы выразить несогласие с этим. Мы не хотим жить в этой тирании. Мы хотим свободы для Боливии. И эта свобода предполагает аннулирование движения к социализму. Мы недовольны, поскольку знаем, что с самого начала имело место мошенничество. Мы знаем, что движение к социализму – виртуоз в области фальсификации. Люди устали. А я не позволю украсть свой голос. Социалисты вернулись к власти в Боливии всего через год после всеобщих выборов. На них победил действующий тогда президент Эва Моралес, опередив более чем на 10% Карлоса Месу. Это вызвало массовые протесты по всей стране. Через три недели Моралес под давлением военных подал в отставку и улетел в Мексику, а результаты выборов были аннулированы. Обязанности президента временно исполняла вице-спикер парламента Боливии Жанина Ньес. Она также признала победу Арсе. ЕС начинает дисциплинарную процедуру в отношении Кипра и Мальты за их программы «Золотой паспорт». Об этом сообщил представитель Еврокомиссии по вопросам судебной власти, равенства и верховенства права Кристиан Вигант. По его словам, схемы позволяли состоятельным иностранцам покупать гражданство ЕС в обмен на инвестиции. Для Мальты их объём составлял миллион евро, а для Кипра – два миллиона. При этом страны не требовали подтверждать реальную связь заявителя со страной, в которой он собирался получить паспорт. То есть ему не обязательно было там проживать. «Комиссия считает, что предоставление гражданства за определённую плату или инвестиции без реальной связи со страной-членом подрывают суть гражданства в ЕС». Министр финансов Мальты объявил на этой неделе, что его страна заменяет текущую схему на новую программу, которая будет подразумевать более жёсткие правила для заявителей. Теперь они перед подачей заявки должны будут не менее года проживать на территории государства. Тем временем Кипр на прошлой неделе объявил, что с 1 ноября вообще прекращает свою программу «Золотого паспорта». Такое решение власти приняли после расследования телеканала «Аль-Джазира». Согласно нему, паспорта Кипра получали преступники, а также люди, которые предположительно заработали свои состояния нечестным путём. Формально Еврокомиссия не может запретить такие программы. Однако может потребовать, чтобы получатели гражданства подтверждали своё физическое проживание в стране. Теперь у обоих государств есть два месяца, чтобы дать ответ на дисциплинарную меру ЕС. Если изменений не будет, то комиссия может обратиться с жалобой в суд ЕС. А это может вылиться в штрафы и другие наказания. Еврокомиссия также отправила запрос в Болгарию, в котором также выразила обеспокоенность в связи с её схемой предоставления паспортов в обмен на инвестиции. В Перу археологи открыли новый геоглиф в виде кошки. Рисунок выгравирован на склоне большого холма на плато Наска. Длина кошки – 37 метров. Контур фигуры образован линиями или углублениями шириной 30-40 сантиметров. Некоторые детали, такие как глаза и рот, сделаны с помощью камней. Геоглиф обнаружили случайно, когда обустраивали доступ на холм. Изображение едва просматривалось. «Рисунок постепенно исчезал, поскольку ему больше двух тысяч лет. И он находится на склоне холма, где происходит сильная эрозия. Поэтому геоглиф был скрыт от наших глаз много лет. Мы не могли его увидеть». Специалисты за неделю расчистили изображение и приняли меры для того, чтобы оно не исчезло. Плато Наска известно своими геоглифами, которые сохранились в глубокой древности благодаря полупустынному климату. Найдено уже примерно 30 рисунков, 700 геометрических фигур и 13 тысяч линий и полос. Изображение кошки создано между II и I веками до н.э. в конце эпохи культуры Паракас. Поклонники крупнейших блокбастеров прошлых десятилетий скоро смогут воссоздать свои любимые сцены прямо дома. Почти тысяча памятных вещей из фильмов поступят в продажу на онлайн-аукционе. Культовые предметы будут разыграны на живых торгах в начале декабря. Они включают ботфорты из глянцевой лакированной кожи, которую носила Джулия Робертс в красотке, бомбер Тома Круза из лучшего стрелка, дроида R2-S8 из «Звёздных войн» и механическую голову пришельца из популярного фильма 1979 года «Чужой». Аукцион проходит ежегодно. Все лоты тщательно отбирает основателя, генеральный директор проп-стор Стивен Лейн. Он собирает предметы через свою сеть кинематографистов, актёров и членов съёмочных групп. «У нас более 900 предметов, более чем из 350 фильмов и телешоу. Мне очень сложно выделить, что лично мне нравится больше. Я большой поклонник «Звёздных войн», поэтому есть несколько вещей из этого фильма». Среди лотов световой меч Оби-Вана Кеноби из «Звёздных войн. Месть ситхов». Его оценили в 155 тысяч долларов. А шляпу Джокера в исполнении Джека Николсона из фильма «Бэтмен» 1989 года планирует продать почти за 39 тысяч. Лейн говорит, что цена зависит от редкости лота. «Следует учитывать, сколько из предметов существует и доступно для покупки. Так, например, костюм Нео из «Матрицы», который у нас есть, входит в число нескольких законченных костюмов, которые Warner Bros. создавала для фильма. В съёмках могли использовать до 20 нарядов. Некоторые из них могли быть утилизированы или повреждены. Но очень немногие находятся в частных руках. Так что образцы, которые мы продаём, уникальны и индивидуальны». Аукцион будут проводить в прямом эфире 1 и 2 декабря. В целом за все предметы ожидают выручить более 7 миллионов долларов. Редактор субтитров А.Семкин